Мы-то, конечно, вас по задницам сразу вычислили. Я говорю, это Наташа, вот Диана стоит. А мы в платьях были, просто порывистый вечер такой. Платье нахуй сдувает. Не рассказывай, в тюрьме ты другое говорила. Ты серьезно? Давай, 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 давай. Так, кто куда ехал вообще? Беру его за голову и начинаю вот так вот делать. Нет, подожди, чтобы замок в тюрьме не закрылся, вы бумажечку положили. Я очень сильно за... ой. А за щеки или в гор? Вы должны были еще из зубной щетки сделать вот эту острую херню и татухи колоть друг другу. Ребят, это, пожалуй, самый необычный выпуск шоу «Дурнев ищет парня». Сегодня у меня в гостях девчонки, отсидевшие в дубайской тюрьме. Что? Они попали туда после ну очень откровенной фотосессии на балконе одной из дубайских высоток. Как с ними обращались в тюрьме? Как обвести вокруг пальца дубайских тюремщиков? и как из гигиенической прокладки сделать маску для лица. Смотрите в шоу «Дурнев ищет парня». Поехали! Привет. Приветик. Алексей. Ира. Катя. Очень приятно. Как дела? Уже лучше. Да, 50-50. А что случилось? Ну что, отошли чуть-чуть уже. Это ты записывала видео, где вечером хату? Да, да, фортумастиментом попасти. Фортумастиментом попасти, ребята. Я откинула. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности истории драки за хлеб и прочее. А так не скажешь, что такое? Ну так получилось. Все было на эмоциях. И ты перешла на жаргон? Я перешла. Ну так и научилась там, как бы. Мы же только отошли, я говорю. А ты говорила там кому-нибудь под лавку? Да, я и говорила. Тебя под лавку загоняли там в шамбере? Нет. Не помню такого. Не помню. Привет. Привет. Приветики. Привет. С отсидкой вас. Спасибо. Меня Леша зовут. Наташа. Очень приятно. Очень приятно. Диана. Это дело в Дубае. Ты теперь так представляешься? Да. Девочки, что вам больше всего понравилось в сезон? Ну как бы чай в принципе был неплохой. Лаваш. Да? Уже был, кстати, довольно неплохой. Лаваш, да. Он был такой тонкий? С двумя прослоечками. А, типа слоеный? Ну такой тоненький, да. Сейчас захотелось даже, да? С джемом утренним. Да. Четыре утра. Только по понедельникам джем, кстати. Да? Да. Блин, вы столько всего знаете? А по вторникам что даю? А по вторникам всякие супчики там. Ты так мечтательно рассказываешь. Я просто там больше всех кушала на самом деле. За знакомство. Мы не познакомились. Алексей. Яна. Очень приятно. Взаимно. Виктория. Алексей. Рука пожатия крепкая. Девчонки. С отсидкой у вас. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Лучше, чем в сезон. Супер. Лучше, чем в сезон? Немножко лучше. Не понравилось тебе в сезон? Ну как, в целом понравилось, но здесь немножко получше. А, в целом? Жарко там очень. А, ну просто жарко. А так все нормально. Ну говорят, что не надо краситься, да? Это же плюс. Это плюс, да. Не нужно выкрасить, потому что как бы работают не женщины и не предким краситься особо. Ага. А тебе понравилось? Да. Да. Ну, понравилось. Нет, понравилось тем, что не надо бриться, не надо краситься, можно зубы не чистить. Но не понравилось. А тебе ничего можно не делать? Все грязное было, получается? Ну да. Получается, да. Ну и грязнули, конечно. Грязные девчонки. Да. А вам хватало спальных мест? Нет, у нас был один матрасик. По двое спали на одном матрасе. Грили друг друга. Нормально. Я все мне боюсь. А там камера была в камере? Была. Хочу это видео. Ира, значит, у меня есть твоя анкета. Здесь написано, что тебе 23 года. Да. Хорошо сохранилось. Спасибо. Ты видеомонтажер? Есть такое, да. Какой программе монтируешь? Премьер, вот, да, премьер. Вот как мужчина там сидел. Потом, во-первых, Тимур. Если что, мужчина. Или армяне все мужчины, даже с детства. Ну да, у него волосатость повышена. А, это правда. Серьезно выглядит. И по совместительству ты еще голожопик с балкона. Ну да, да, с того самого. Окей, увлекаюсь йогой и фитнесом. Вредные привычки алкоголь. Достоинство красивая попа. Вау, это твоя? Да. Серьезно? Качаю. Охренеть. Какое упражнение, кстати, лучше делать, чтобы была красивая? Ну, приседашки. Приседашки. Это как? Ну, блин, ну вот так вот. Раз, два. Сколько раз надо сделать? Ну, по 20 раз пять подходов. Так, смотри, ты отсидела 8 суток, это продолжалось? Да. В дубайском СИЗО. А это прям СИЗО? Прям СИЗО. Следственный изолятор? С камерками, прям совсем. Офигеть. Главное в мужчине принятие моего экстравагантного поступка. То есть экстравагантный поступок, отсидела 8 суток в дубайском СИЗО, и теперь главное в мужчине появилось новое, судя по всему. Ну, кто же меня такую возьмет теперь, как говорят комментаторы, ну? Ну, ничего, я думаю, что мы найдем парней вот так просто. А Наталья? Да, я здесь. 23 года. Медсестра. Да, у меня медицинское образование. Ты имеешь? Медсестра-косметолог. А, медсестра-косметолог. Окей. Модель и вебкам-модель. Да. Это такие разные вещи, да? Да, да, да. А вебкам-модель, это ты типа дрочишь перед камерой? Ну, по-разному. Иногда, да, иногда нет? Лоша, да. Разве можно так об этом публично заявлять? Ты это в сторис выкладываешь? Я знаю. Ну, я же там не дрочу. Красивое эстетическое тело. Я там танцую, раздеваюсь красиво. Бывает, красиво дрочу. Так, а тебе какие мужчины нравятся? Красавчики. Ну, из известных. Из известных? Да. Ну, мой типаж более смугленький, темненький мальчики. Ну, вот, например, такие как Монатик. У меня бывший очень сильно похож на него. Я его гориллой называла даже иногда. Кого? Монатиком? Нет, не Монатик, а бывшего. Он просто выглядит, как горилла. Большой такой, здоровый. Немножечко. Я представляю, просто как Дима бы удивился. Эй, горилла, а ну, мокру. Мне нравятся большие статные мужчины. Так, ладно, давайте посмотрим на мужиков. Так, во-первых, я хочу сказать, что мы смотрим сегодня анкеты приложения «Киевдейт». И «Киевдейт» — это новое приложение, где можно найти себе пару вот так буквально за секундочку. И вопреки названию вы, наверное, подумали, что я только в Киеве. Но нет, можно по всей Украине искать и легко находить. Значит, смотрите, Яцек Петр, 52 года. Кстати, это вообще важно, сколько мужчине лет вашему? До 50. А, да? Не, ну у меня как бы до 35, я не знаю, что старше. Яцек Петр минус. Если мужчины постарше, очень хорошенькие. Хорошенькие? А если этот, 48 получается, можно еще? Ну, есть хорошенькие. Какой у тебя был самый взрослый? Ну, 40 максимум. Ну, ты так, в принципе, еще 10 лет готова накинуть. Да, некоторые очень хорошо сохранились. Так, хорошо, смотрите, что пишет Петр. Ищу искреннюю и хорошую девушку для совместной жизни в Варшаве. Поездки мы любим, Варшава, да. Хорошо. Поедете? Нет. Нет. Ну, кстати, действительно неплохо сохранился. Он просто спиной, правда, стоит все время. Мне больше его собачка нравится. Так, подожди, у нас тут есть эксперт по сохранению, пожалуй, лучше. Он такой, а он просто ищет щеру и добру, ну, типа. Вы не они. Не, не подхожу я. Может, к котюху не подходишь? Нет. Андрей 33. Ну, ну, что это такое? Поважаю и поддерживаю женок. Люблю подил, еженьку, бокс. Зараз на самоизоляции люто хочется весны. Рады и знакомы. Какие-то потерянные, нет. Нет? Нет, это какие-то острые козырьки на минималках. Да, кстати, реально острые козырьки. Что он смотрит на руке, я не понимаю. Еще гадает, наверное, по руке. Это, кстати, новое приложение Kyiv Date. Это ребята из Украины создали недавно, и оно очень удобно. Здесь можно настроить, там, какой тебе интересует рост, вес, цвет глаз, с кем человек должен жить. Если ты хочешь, например, чтобы он с кем-то уже жил, ты можешь, знаешь, не обламываться, а сразу искать. А что ты не настроен? Чтобы хруповая молитва была. Кстати, девочки, а как вы относитесь к стройникам? Которые в розетку вставляются? Да, которые в розетку вставляются. Не, ну, почему? Нормально, если это заряжать телефон или что-то еще. Заяц! Я просто не понимаю, что ты не смотришь в себя, ту девушку, которая читала «Войну и мир». Не знаю, о чем вы говорите. Секс в троем. Это скучно или нет? Я не знаю. Ты не знаешь? Ты не пробовала секс в троем? Нет. Что? Нет, я как бы за любые эксперименты в сексе, на самом деле, но секс в троем, наверное, не пробовала. А какой самый такой эксперимент? Самый, ну... Не, ну, в плане игрушек, там, ну, то есть открыто ко всему, но... А сейчас, я вижу, что? У меня есть такая, знаешь, короче, горка, и машинку отпускаешь, и она вот так и выезжает. Куда она выедет? Въедет, точнее. Куда? Ну, просто уезжает по полу. Это не игрушка. А ты пробовал так? Я пробовал, да. Прикольно, ну, утомляет быстро. Так... Как часто уезжают? Вика. Так что насчет секса в троем? Я не пробовала тоже. И не хочу. А что? Ну, я считаю, это должно казаться двоих, типа... Ну, да. Ну, третий, может быть, только кот-собака. Он будет на это смотреть. Ну, котик ажи маленький совсем. Нет, просто смотреться. А, просто, да. Богдан, двадцать. А что он с девочкой ищет третью или что? Ну, может быть, а что такое? Ну, как-то так, не камельфо. Почему нам такую подборку? Ладно, еще Вика, а мне 27 лет. Куда у нас детей мне? Ладно, еще Вика. Я говорю, что ты моложе, а как бы мне 27 лет, а подборка мне 20-летних. Ну, что я с ним буду делать? Спать будешь его ложить, сказку читать. Я хочу спать. Потрахалась и ложишься с ним. Меня спать ложили. Потрахалась и что? Ну, и типа укладывай, чтобы спать. Пуфи. Вика, пуфи. А, нельзя такое говорить? Нет, можно, конечно. Так, хорошо, у него интересы. Чай, чтение, домашние питомцы, пиво. Любите пиво? Я люблю. Нет, пиво почему? Пиво можно на пляже, когда жарко. Ответь. Я, ну, очень любила. Крепкий алкоголь, кофе, путешествие, политика. Путешествие, да, интересно. Да. Скажи, в Южные страны какие нравятся. Страны Плесецкого залива. А вам во все запретили? Да. А какие там еще страны? Ирак, Иран. Какой-то Китай вообще первый раз знал. Кувейд, Бахрейд. Я не знаю всех стран. Отвечаю. Кто? Кувейд и Бахрейд. У него телосложения мускулистые, кстати. Это никого не производит. А ну, скажи, в общем. Где тут мускулистые, непонятно вообще. Не, ну, мускулистые такое. В лет 18, может, это было прикольно. Но сейчас, мне кажется, главное, чтобы вот это здесь, что было. Ну, зачем? Ну, реально, даже если есть животик, ну, ничего страшного. Так что животик, наоборот, прикольно. Ну, как? Не, ну, не прикольно, но если там маленький животик, то... Ну, чуть-чуть. Да нет, ну, чуть-чуть. Да нет, нет. Даже если есть животик, то это, в принципе, не проблема, потому что можно вместе там пойти в зал. То есть главное, чтобы... Главное, это не деньги, главное, чтобы перспектива. Если любишь путешествия, то деньги, кстати, не обязательно много иметь. Да? Потому что есть место, где можно купить дешевые авиабилеты. Какое? Как вы думаете, где? Да. Девчонки, с радостью делюсь с вами этой информацией на авиасейлс. Шорс. На авиасейлс вообще всегда очень дешевые авиабилеты. Это же... Это кому человек делает? Это сервис по поиску авиабилетов дешевых, с низкими ценами. Понятно. В следующий раз, когда захотите куда-то полететь, где в первую очередь поищите билеты? Да, пишите мне. А я обращусь в авиасейлс. Я думаю, плюс билет. Да, там и куплю. Сергей, 25. О, смотри, это тоже... А, молоденький, без морщин. Либо горят, либо в жопу их. Любишь поп? Нет. Ненавижу. А ты? Не очень люблю, кстати. Ну, такое... Ну, это надо просто так... Подольше вообще... Надо уметь. Мне сразу... Да, я же парень умел, конечно, все. Только с очень близким. Потому что нельзя просто так залетать. Да, конечно. Ну что... Залетели. Мне один раз так залетели. Я думала, я сдохну. Да? Да я так пищала. Вот так вот просто выловлю. Это вообще не написано, не похоже. Это не написано. Мне было дико просто плохо. Мне было дико больно. Я не знала, как мне реагировать. Ну, не орать точно, а побыстрее воздуха в себя набрать и как-то успокоиться, да. Ну, ты успокоилась? Да, да. Все нормально? Кровь была. Все поглядь. Ничего такого. Подумаешь. А у тебя? У меня все хорошо. У меня все? Без крови? У меня все хорошо. А можно это вырезать? Это вообще прям... Отличнее. Это ни в чему было. Да. Вообще ни в чему. Просто тут написано, люди как свечи, либо горят, либо в жопу их. Да-да-да. Реологи от теми анального секса. Это не этот парень? Нет-нет. Я просто вижу, ты не сгорела. Нет. Это что было-то? А, я подумала, это водник. Ой, это тоже. Стадебонг. Шапаешь? Нет. Я просто знаю, как выглядит. Нет. Ты же Днепра. И что? А, вы там фен нюхаете? Нет. Ни в коем случае. Ты что? Я очень сильно за... Ой. Я очень сильно против. Ты вот так... Да я вообще очень сильно против. О, боже мой, теперь все подумают, что я наркоманка. Да, ну ты что? Ужас. Нет. Нет, скажи. Диана за меня заступается. Спасибо. Рома, 26. Вот это серьезный чувак. Смотри, во-первых, у него часы золотые. Аленка, да? Я не знаю. Так, хорошо. Когда одеваешь корону, помни, что обычно ее снимают с головой. Мне кажется, это к тебе. Да, нам сняли. Да? Да, мы думаем. Все сняли. Все сняли. Все сняли. Все золото, все короны. А вас обыскивали, кстати-то? Да, конечно, очень жестко, причем... А внутрь смотрели? А ну прям вот внутрь-внутрь, типа вот это вот. В кармашек. В кармашек. В кармашек, который находится в трусах, не заглядывали, но сами трусы обыскивали, да, обсматривали, там писью, ничего ли там, ну... У кого-то трогали писью, да, это меня. Не у всех. Ну, потому что, понятное дело, не у всех хорошие. Рома-26, смотрите, чтобы никто из вас не подумал, что он не способен вообще и не привлекателен, вот он сфотографировался с сестрой. А может они... Мне кажется, они просто ищут на тройничок. И, кстати, как насчет тройничка? Нет, ты что? А что? Никаких тройничков. Ты что? Прям? Never. А, never? А что такое, простите? У тебя даже возраст 23. Как бы самое время. Самое время, но... Мне, да. Конечно же. Может, больше? Больше, чем три? Да, да. Втроем скучно. Втроем, кстати, да, скучно. Ну, хорошо, если мы уже об этом заговорили, вот в какой самой массовой драке ты участвовала? Ну, в смысле, в сексе самым массовым? А, нет, конечно же, ты что? Да это шутки, никаких оргий. Никаких оргий? Нет. А ты? Ну, хорошо, ну, не три это скучно, сколько нормально? Ну, я не знаю. После пяти. После пяти? Да. А это пять пацанов или это, типа, пять девочек и один парень? Да что ты на меня смотришь вообще? Не, да ладно, да что такого, расскажите. Всякие эксперименты были в жизни. И так, и так можно было? Ну, девочки. В основном много девочек, да? Да. И это не скучно? Так не, у меня ничего не было. Так, пожалуйста. Нет, какие вопросы, нет, конечно же. Ладно, девочки, ну смотрите. Достоинство. Со мной не бывает скучно. Да. Ты еще не понял? Понял, кстати. Если я заскучаю, то это получается с тобой? Я по этой. Ты поскухи? Да. Из поступков. Фото на балконе в Дубай. Ты считаешь, это вот самое, что ты сделала? Да, так у меня скучная жизнь. Не рассказывай, в тюрьме ты другое говорила. А что ты говорила? Что ты говорила? О, блин, это незаконно. Такое рассказывать. А вдруг ее посадят здесь? Что ты делала? Диана Оксанич? Да. 18 лет, студентка колледжа. Талант и увлечение. Долгое время занималась танцами. Из увлечений сейчас кайтсерфинг, вейкборд и сноуборд. К сожалению, только зимой. Да. Хотелось бы и летом сноубордить. Ну да. Также люблю посещать разные тусовки. Курю айкос, иногда пью алкоголь. Это из талантов было. Как ты думаешь, напоминает ли запах айкоса какой-нибудь запах? Естественно. Запах древесины какой-то. Ааа. Я просто перед съемками ел харчо, если вдруг запахнет древесиной. О, у нас, кстати, в тюрьме подобная фигня была. Да, у нас была очень острая. Тоже очень острая была. И вы там как будто айкос все время куриете. Ну, мне как раз подходило. Ты могла бы свернуть и не знаю что-то, и просто вдыхать. В лавашик. Психология еще и сноуборд. И куришь айкос. Что тебе чаще всего говорят, когда ты рядом куришь айкос? Свонят говном. Ребят, я не знаю, если стояла такая задача там на производстве, вы справились абсолютно. Это реально то, что люди говорят об этом. Ну, тебе нравится вдыхать это в себя, да? Расслабляет. Прикольно. Не, главное, когда пернешь при девушке, все такие, фу, типа, что такое? А так расслабляет, получается. Самый экстравагантный поступок — обнаженная съемка в одном из небоскребов Дубая. Что это за история? Короче, стояли, ну, три дня поднялись мы... Подожди. Поднялись мы переодеться. Ну, короче, нарядились для ужина в вечернее платье. Вышли на балкон. В платье. Да, нам фотограф предложил сфоткаться. Такие стоим, типа, позируем. Это бац! Короче, порыв ветра. Платье сдувает. И вот... Там был какой-то... Куда платье сдуло? Так куда-то улетели они, порывом ветра сдуло. Как раз в этот момент, когда у нас уже платье... Ты это полиции рассказывала? Ну, ветром платье. Да, в этот момент какие-то со соседнего дома начали нас снимать. Вот так вот мы попали в полицию. Понятно. А вы сами туда пришли, сдались? Да. А если бы не пришли, то что? Улетели бы. То улетели бы, да? Да. Потому что вы же там спиной стояли. Кто же? Никто же не знал вашу... Ну да, как бы никто не знал. Но мы же добро... Как это сказать? Это справедливость. Да, законопослушные. И пришли, сдались. Мы-то, конечно, вас по задницам сразу вычислили. Я говорю, это Наташа, вот Диана стоит. Все наши. Вика. Да. Да. Пятая слева. Пятая слева стоила? Да. Да, с татуировкой такой на попе. А на татуировке написано вам сюда? Не совсем. Нет? Слушай, я просто такое видел один раз. Это было очень давно. Ты маленькая еще была. Так, Катя. Привет. 20 лет. Визажист, бровист. Что с моими бровями? Ну, можно было бы немножечко доделать. Да? А ты считаешь, что это как будто работа незаконченная, да? Чуть-чуть. Что-то делалось и... Ну, можно вообще что-то сделать? Да, можно. Что бы ты сделала? Чуть-чуть посипала бы. Так там и так, не там уже... Не посредине. Так, и сама пришла в полицию после фотосессии в Дубае. Это в какую? В нашу или там? Нет, там. И что ты сказала? Мы сами, получается, сдались. А что ты... Ты пришла, здравствуйте. Нам сказали дать показания, мы пришли, просто сдались наивные дурочки и все, и нас закрыли. А что ты... Какие показания? Что ты сказала? Ну, я, да, была на балконе голая. Ну, сказал все, как было. А как все было? Я могу рассказать эту историю. Ну, расскажем. Да. Короче, мы купались все в бассейне. Покупались, расслабились, все вообще шикарно, классно. Потом говорят нам, давайте мы поднимемся в номер. Кто говорит? Мужчина. Да, переоденемся. Ну, просто нужно переодеться, да. А потом, ну, пойти на ужин в платье вечернее. Мы поднялись, переоделись, и мы в вечерних платьях вышли на балкон, и девочки, боже, как красиво, давайте сфоткаемся. Я видел, как, да. Нет, а мы в платьях были, просто порывистый ветер такой. Да, там ветер очень сильный, кстати. Ну, этаж какой? Да. Какой, кстати, был этаж? Высокий. 25-й. 25-й? Очень высоко ветер. Да. Все, все, все. И мы такие голенькие, и боже, нет, что происходит? Начинаем забегать, девочек много. Да. Пока по одной все забегут. А мужчина этот что делал в этот момент? Гулял где-то, я не знаю. А, гулял. подпишитесь на него, потому что там постоянно разыгрывают классные призы. Например, прямо сейчас, на момент съемки, ребята разыгрывают 12-й айфон. Ого. Как раз 11-й. Да. Время перейти. Пора бы. Поэтому подпишись на Киевдейт. Обязательно. Может быть, ты и выиграешь. Антон, 34. Мне кажется, что я его знаю. Как ты? Что, в местности узнала? А, прическа необычная. Это у него косички? А, не, блин, я слепаю немножко. Это человек, просто не косички нет. Нет, косички нет. Это человек. Я за него. Нет. Ну, светленький, кстати. Некрасивая жопа. Некрасивая жопа? Вот такие требования еще есть. Некрасивая. Почему? Не знаю, но как-то не очень. Подкачанный, нормальный чувак. Нет. Нет? Это девочки. А зачем суицидник утопиться хочешь? А лицо, есть ли его лицо? Ну, сейчас узнаем. Лето, тапочек, воробей, помидор, обои, фикус, табуретка, трава. Окей. Трава? Трава. Она говорит, я думала, трава. Трава. Заинтересован в женщина, музыка, рок. Нет, все, вот это сразу все. Да, рок, но фото. Я вот меломан, но рок это не страшно. Только не рок. Да, только не рок. А что, например? Все. Ну, я люблю техно. Моргенштерн. Моргенштерн, да? Моргенштерн люблю, но больше техно. А вот это вот, рок мне. А какая у вас любимая песня у Моргенштерна? У меня любимая. Вот так. А что там? Там делает деньги. Пальцем щелкает деньги. Фак. Бурас. Мой. Господи. Не, 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 сразу, сразу же. Для чего они делают такие фотографии? Вот с таким вот. Ну, типа, у него ширик в айфоне. Ганста рэпер. Да, он еще и настоящий черный ганста рэпер. Черный, вот именно черный ганста рэпер. Пью кора-рору, кушаю чипсы, матюкаюсь, курю айкос и сишки. Это к тебе. И к тебе тоже. А, сишки, да? Да. Езжу со своим хоуми по району на тачке. О, я. И стеряем в крипов. У нас есть большие пушки. А, так он рэп читает, значит, да? Может быть, да. Нравится рэперу? Я рэп читаю. О. Перед обидами надо понять, я не продал идеи. Что ты даешь, я больше в ебу на бледеев, халдеев. Мани переменами дам, передам, передам, передам. Мне терпять, терпять, теребят деревянными манами. Мне не надо бла-бла и бабла душного лэйбла. Слава на голову лава лава, фрисруктера, блэк лэйбла. Знали бы нас, знали бы толк, тыкали бы сколько. Мы залипали на фальме, плавили и готовили демы не только. Блин, респект. Йоу. Бурас, нам не нужен еще один рэпер, прости. Перид, 24. Как же хочется, чтобы кто-то сел на лицо? А сам человек вообще из Сталина, это Эстония. Обратно, про путешествия. Да, это все еще путешествия. Весь выпуск. Давай так, на лицо садиться. Это вообще в твоих правилах? Если плохо себя вел. А ты хорошо, ладно. Я запутался. Это наказание или это поощрение? Это секрет. Это секрет. Интересно. Нашим девочкам понравилось бы сесть на лицо. Это кому? Мы сейчас у них спросим. Есть там одна. Есть любитель? Одна. Все скрывает. Ничего. Все секрет. Есть там одна. А, то что ты уже рассказываешь? Ну, рассказывай. Кто там любит? Кто Дианка? Роман, 43. Хочу найти девушку, с которой можно будет забыть вчерашний день и построить планы на завтрашний день. Что же у нее было вчера? Ну, вообще-то тоже из тех, кто хочет забыть вчерашний день, мне кажется. Ну, это не иконы, это мидии. Мидии? Может, он рыбак. Он не сильно одет. Не сильно одет? Это Филипп Плейн, по-моему, судя по буквально. Ну, да. Мне кажется, полюбовый. А, нет, это Боннер. Но если это, кстати, настоящая куртка, она очень дорого стоит. Да, ну. Переоденешь, да, кепка Томми, смотри. Ну, кепку вот я бы себе взяла, и все. Бежу твою кепку. Берешь кепку, бери и все остальное. Так, девчонки, Денис, 27. Хожу в горы, плаваю на море, курю кальян, делаю коктейли, сижу на заборе, пишите, пообщаемся. Почему посидеть на заборе? Это по моей теме. Почему? Я тоже люблю посидеть на заборе. Ты любишь на заборе сидеть? Мальчик вам нравится? Ну, мы с ним. Нормальный. Не очень. Это, кстати, приложение KyivDate, новое приложение, в котором можно ознакомиться. И здесь вот можно поставить вау, можно запустить чат. И что самое классное, здесь очень большой фильтр, можно настроить прям все-все-все-все-все. А это же количество сантиметров? Да, количество сантиметров это уже давно можно. А сейчас давали новую функцию. Круто. Какое количество кожи обрезали при обрезании? То есть, знаешь, бывает головка полностью открывается, бывает, ну ты знаешь. И если, например, бесит, что они полностью открываются, ты можешь это указать и не встречаться с этими людьми никогда больше. Кью Дэйт, знакомьтесь. Ни в чем себе, как говорится, не отказывайте. Кальян, вот он иллюстрирует, что он курит кальян. Красавчик. Не мое. Красавчик? Да, обычный чувак. Не симпатичный он? Стандарт пакет. Ну что-то не мое. Стандарт пакет? Типа, а что в стандарт пакет входит? Вот в него этот... Да, наручники вот эти. Девочки, а можно с вами поиграть, кстати, с наручниками? Да. Вот мои руки. Я люблю на поводочке поводить. Ведь я просто маникюр показывала. А, поводить или чтобы тебя поводили? Да, да. Класс. А что ты сейчас любишь? Плетки я люблю. А это правда все? Или ты сейчас попишешь? Нет, это правда. Я, ну, прям, извините, мне жарко стало. Так, Диана, а ты что любишь? Да, много, конечно, не люблю. А что ты не любишь в постели, вот скажи? Ой, золотой дождь не люблю. Блядь, чтобы ты такая, только не золотой дождь, хватит. Да, 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 фу, фу. Это кошмар, да? Каждый раз одно и то же. Когда ты пытаешься делать Диане золотой дождь, ты это слышишь? Блядь, Диана, хватит. Я думаю, сколько можно. Не, ну серьезно, а что такого плохого в золотом дождь? Это дождь, природа. Тем более золотой. А можно шампанский? Ну, типа, я готова шампанский сделать золотой дождь. Давай сейчас тебе сделаем. Не, ну не прям сейчас. Я мокрая не готова быть. Так, Иван, 20. Девчонки, мне 20 лет. Учусь, работаю. Обожаю спорт и готовить. Увлекаюсь фотографией и очень люблю гулять. Если понравился, жми лайк. У нас общий интерес, и мы тоже увлекаемся фотографией. Да? Да. Вы любите фотографироваться? Он любит фотографировать. Вот, идеальная пара. Вот, идеальная. То есть вам нужен парень-фотограф? Нет. Фотограф будет по бабам гулять. Ну, в смысле. А что? Ну, в семье должна быть одна только. Одна баба или один гулящий человек? Один гулящий человек. А вы вообще, как бы, верны? Очень. Да. Да? Верность. Верность. Классная штука. Не, ну, на самом деле, да. Так, Богдан, 24. Поехали. Кто хотел побольше мозгов? Я гендерно идентифікую себе, как пиво. Ого. С самого детства я уявляв, как буду пинетись, утворюючи густу шапку, под которой буду поеднувать пшеничный смак солоду и хмельную гирчинку. Нет, это просто небо уже. Вы можете сказать, чувак, ты, б***ь, все вкрай, ты не можешь стать пивом, но мне байдуже, и я прекрасный. Віднині я хочу, чтобы вы называли меня портер, и поважали моё желание пинетись и выдыхаться при збовтывании. Если вы это не будете делать, то вы пивофоби и цисгендерномрази. Спасибо за понимание. Так, чувак хочет быть пивом. Беру свою обратную слова по поводу пива. Хочешь набирать его в рот? Это же Богдан. Хочу. Лейся мне в рот. Хочешь мне протереть? Да? Да. Не нравится тебе? Насосный вот он был. Куда был? Насосный. Ага. А ты? Насосный. Адский дрочила. Ооо. Ну ты где? Это уже поинтереснее. Это уже поинтереснее, ты считаешь? Но у него маленький член написано. Вот этот может стримом заинтересоваться. Не, не моя. Какой, кстати, тебе нужен член, чтобы был по размеру? Я не знаю, ну слишком маленький, ну такой типа. Ну так покажи плюс-минус. Это маленький или это 90? Нет, это нормальный, это нормальный. Ну типа вот. Наташ. Вот 15. А ты можешь показать? Тима, поверю. Ну блин, мне кажется, это прям точно 15. Не, подожди, 15 я, кстати, измеряла как-то. Вот это 12 сантиметров, вот так, а это 12. 15 значит, что это где-то вот так. И типа. Так, а ну и что, это у Громилы? Это он. У Горилы? Он, нет, он вообще у Горилы маленький. Сори. Лера, прости. Вы поэтому расстались. Да. Нет, из-за вебкам. Ну не важно. Ну я думаю, из-за этого тоже. А у этого 21 там. Ты там все 30 показываешь. Кстати, заеда. Да, простите, пожалуйста, видимо, глазомер. У страха глаза велики, знаешь. Ну что, и 21 это топ? Все, я облизнулась аж. Так, ладно, прости, ацки дрочила. А теперь давайте измерим вместительность ваших ртов в нашей постоянной рубрике «Вместительный рот». А мне говорили, когда я тест давала как раз-таки перед дубами, она говорит, открой рот. Я как открыла, она говорит, о, супер. А она Аленка? Ну, нет, ну, женщина же брала Аленка. Это не в тюрьме было. А в тюрьме мужик у нас брал. Засовывал так, что... Глубок. Очень. Аж слезы текли. Мне никто ничего не длил. Аж все засовывал. В смысле? Всех тест брали. Как ты уехала? Как ты уехала, кстати? Я? Да. Симулетом? Угу. А за что это нам? Значит, смотрите. За что это нам? У нас куча чупа-чупсов. И нужно, значит, сунуть как можно больше в рот их. Ну, вообще, кто больше засунет, тот и победил. Ну, ты что такое? Мы же приличные. А что такого? А ты тоже будешь участвовать? Я буду судить. А потом еще нужно будет прочитать некоторые фразы, скороговорки с этими чупа-чупсами во рту. У меня маленький ротик. Кто победит, получает подарок. Какой? Узнаете потом. А другая не получит подарок, получается? Получается, нет. Тогда я, получается, не буду даже участвовать. У меня маленький ротик. Давай. Конечно. Разбирайте, кому какой нравится. Звучит. Тут же есть и маленький. Да, в смысле? Это клинечестно. Я наберу сейчас маленьких и выиграть. Нет, ну, можно при этом посчитать, сколько было маленьких, сколько... Ле, вы все маленькие, наверное. Когда в жизни, так надо побольше. Ну, хорошо. Х-цель один пусть будет в эту кучу. Так, большой за два идет, кстати. А, хорошо. А засовывать куда? За щеки или в гор? Ну что? Можно это мне показать? За щеки. Диан, а что про тебя все говорят, что ты любишь садиться на лицо? Это по поводу вчерашнего стрима? Так, расскажи, что ты на стриме рассказывала? Да я там не показывала. А что ты показывала? Ну, в общем, парень меня оскорблял. Да. Я к нему весь стрим нормально относилась, но потом в конце я не выдержала. И вот так. Там, говорится, о другом немного. Подожди, ты была у кого-то на стриме? Или ты сама вела? Да, я была у кого-то на стриме. А у кого? Рау ТВ, по-моему. Так. Не знаю, что там правильно. Ну-ну-ну. И он тебя оскорблял на этом стриме? Да, он меня оскорблял на этом стриме. А что он говорит? Да всякое там сводил к нехорошему. И как ты его в рот, собственно говоря, чем? Ну, в общем, сначала можно показать на деле? Уверен. Да, давай, у нас есть фигурки. На секундочку. Мы это использовали. В общем, пусть с крысом будет он. Да. В общем. Интересно, почему? Потому что я, девочка, правда, жирная немного. Это Алена Алена. Ну ладно. Нет, она вообще классная. Да, это правда. Да, короче. Это он. Мы что-то разговаривали? Разговаривали? Да. Он меня берет вот так вот за голову. Я такая, не-не-не. Так стою, беру его за голову и начинаю вот так вот делать. А писью свою? Не, ну я так ничего. Ну так, на расстоянии. А, ну-ну. Ну все, ну все. А, это видео было точно. Это было угарно очень. Скажи. Это было очень жестко. Мне тоже интересно, сколько залезет. За вас. Да, мне тоже, кстати, интересно. За ваш отдых, девчонки. Да. За успех. За возвращение. За возвращение. С возвращением, как говорится. Фарту масти там. Ну да, вот это все. А ну. Так, ну что, начинаем эксперименты, да? Да. Раз, два, три. А что, на скорости? Ну практически, да. Не хохочи, еще поддаешься. Диана. Все? Чувствуй себя некомфортно. Так, тут уже три. Давай, три, три. Четыре. Большой пошел. Большой за два. Так. Ага. Ничего себе, я так и не скажешь. А, сразу прям на скорость? И. Ага. Так, раз, два, три. Сколько маленьких? Еще можешь? Раз, два, три, шесть, семь маленьких и один большой. Давай. Девять. Угу. Давай, 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 давай. Десять. Десять. Держи, 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 держи. Пока держи во рту их. Ну вот это всегда. Потенциал виден сразу был. Давай, 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 там есть еще местечко, я вижу. Маленький давай. Так. Все? Ну, все. Еще? Ага. Сейчас. Блин, сейчас, 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 сейчас. И что у тебя маленькие? Разворачивай. Держи, держи. Держи. Что у нас? Сейчас, девочки. Держи. Теперь, девочки, значит, скороговорки. Поехали. Так. Нет! Что? Так. 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 Ух, ты плакал. Что это такое, что ты думаешь, да? И что думаешь, да? Почти, да. Да... Три, да, так. Три, да. Три, три. Три, три. Два моря. Правильно. Три, три, три. Три, три. Три, три. Три, три. У меня сленка течет. Наташа? Тебе нужен алкоголь? Последнюю давай. Так, засовывай назад. Прекрасно, ты выглядишь супер. Получился сексуально. Покажи, как тебе показывают. Молодцы, девочки! Так, и последнюю. Удивительно, но слово тебе удалось произнести даже с полным ртом. Блин, круто, девочки. Теперь достать сложно. Давай, давай, давай. Офигеть. Так, получается два, четыре, шесть, девять. У меня один больше, чем у тебя. Нет, так же. Прикинь, я считаю, что Вика выиграла. Вика, а ты можешь вот так просто рот открыть? Ого. АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, вам подарки. Спасибо. Зачем я старалась? АПЛОДИСМЕНТЫ А можно посмотреть? Да, посмотрите. Зачем я старалась? А ты заворачивала, да? А тебя заворачивал бы. Ну, аккуратней. А-а-а! Футболка! Класс! А-а-а-а-а! Блин, будет очень круто, кстати. Если вы все соберетесь опять на балкон. Хорошо. Ну, это как раз есть балкон. Сделаем там фотосессию. Наверное, ну так. Так, подожди, сейчас давай по счетам. Раз, два, три, четыре, пять маленьких и один большой. Ну да. Я слабовата. Да, слабовата. И? Ух-ух-ух! Ух-ух-ух! Ух-ух! 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 Ух-ух-ух! Ух-ух! Ух-ух! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь маленьких и один большой. Может быть такой? Ух-ух-десят пять, шесть, семь? Да. Да? Офигенно. У-у-у-у-у-у! Так, девчонки, подарки вам достаются. Класс! Разворачивать? Да, разворачивать. Класс! А там билет в Дубай. Что? Шинболка из дурнишок. Спасибо. Пожежа. Пожежа. Так. Закладывай, посчитаем. Вот это. Блин, как красиво. Так, значит, Наташа, у тебя было раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. Десять! Меня меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин. Я такой маленький просто, два. Дай-ка, засыпаю. Девчонки, это вам подарки. Раскрывайте. Давай. Да, это вообще-то я запаковываю. Да? Какой-то умник. Диана, восемнадцать роки. Кто эти люди? Тойкие люди! Так, а у меня? Это Кроп-Топ Крокодил. Еще топ-топ. А еще там... Там, 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 что-то... А мне ничего нет! Спасибо тебе. Пожалуйста. Ребят, как и каждый выпуск, сегодня мы разыгрываем любую футболку из Дурнифшоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, включите этот выпуск еще раз. Найдите наиболее понравившийся вам момент, снимите его на камеру своего телефона, ну или сделайте захват экрана, как кому проще. Выложите это видео у себя в сторис, отметьте меня и нашу страницу Дурнифан. Все. Вы принимаете участие в розыгрыше. На этой неделе футболку за видео в сторис получает автор вот этого вот видео. Также хорошей традицией стало давать футболку за творческий подход к созданию сторис. И на этой неделе футболку за творчество получает автор вот этого вот видео. Также мы разыгрываем футболку среди тех, кто дает жамалы и не пользуется инстаграмом. Для вас, ребята, все еще проще. Нужно подписаться на наш канал, ну или быть подписанным, нажать на колокольчик, нажать на закусенец вверх под выпуском и оставить любой комментарий. Ну, этим девочкам сложно не оставить хоть какой-нибудь комментарий, согласитесь. И на этой неделе футболку за любой комментарий, подписку и закусенец получает автор вот этого вот комментария. Девочки, давайте... Выпьем. Выпьем. Диана, молодец. А что говорят, что ты легендарные какие-то поступки делаешь? Что ты вот самое такое сделала? За что тебя все так полюбили? Ой, не знаю, что... Подскажите мне. Девочки, подскажите, что... Пятая точка? Что? Пятая точка? Что? Ну, не знаю. Я не знаю. Ну, всем жопка твоя нравится. Ну, нравится. У меня красивая папа, да. Легендарная задница? А есть где-то фотографии? Есть. Кроме той. Кроме той. Ну, у меня есть не замазанная просто фотография. Ребята, короче, впервые в нашей программе, я даже никогда не мог представить, что я расскажу. Так как у нас большинство сегодняшних участниц, нью-модели, то в Телеграм мы залили специальный кусочек программы, в котором часть нашего разговора иллюстрируется нью-фотографиями наших участниц. И там легендарная задница Дианы даже. Я уже даже хочу быстрее закончить эту съемку, чтобы потом лечь, уснуть, проснуться через месяц и зайти в наш телеканал. Быстрее бы я там учу. Девочки, несколько вопросов. Что нужно, чтобы попасть на фотосессию в Дубай? Вообще, надо просто иметь хорошее настроение, улыбаться девочкам и быть красивенькими. Это где? Ты ходишь себе... Ты из Киева? Да. Ты ходишь себе... С какого района? В виноградарь. О, по виноградарю. Понятно. По виноградарю ходишь там, где-то улыбаешься. И потом в какой момент ты оказываешься в Дубай на балконе? Что? Через знакомых познакомились. И они говорят, не хочешь сфотографироваться в Дубай, да? Не, мы познакомились еще в Буковеле. А. Для них я не знакомилась. На день рождения, да? Да. И вот ты там познакомилась с фотографом, наверное же, да? Да. И он говорит, у меня будет фотосессия. Что я за тебя все рассказываю? Да, фотограф предложил сфотографироваться нам всем. Да, всем прям сразу. Ну да, все взяли. А ты как там оказалась? Ты вообще всю историю портишь. Я тебе сказала. Вышли на балкон ветром вздуло. Не, не, это как вы оказались голыми. А как вы там оказались? Вы из этого фотографии донесли? Как же туда попали? Как пригласили поехать на съемку? На отдых просто. Почему на съемку? У меня на съемку. У меня на отдых просто. Девочки. Так, кто куда ехал вообще? Я ехала отдыхать. Так. И там уже, раз из всего отдыха, я решила, просто чтоб не сфоткаться. Да, да, мы фоткались в бассейне, а потом просто вот, когда зашли в квартиру переедеться, предложили просто красивый вид увидели, предложили сфоткаться. Ну вот мы все как стадный инстинкт, давайте, давайте, класс, сфоткаемся. То есть они как бы не подумывали о том, что, ну мы знали, что там строгие законы, как бы, но не думали, что это все настолько серьезно. А ветер там был? Нет. Ветер был, ветер мы сделали. Тут нам просто рассказывали, что это ветер сдул с вас одежду. А, да. Это был ветер, получается, да? Это был ветер, это не мы, да, это ветер. И он, получается, до сих пор там сидит в тюрьме, да? Ветер? Да, этот ветер. Был в голове, получается, ветер, но сейчас, слава богу, уже нет. Вы билеты дорого покупали туда? Нет, на авиасейлс подешевку. Да, дело в том, что, может быть, и не знала, но авиасейлс – это сервис по поиску дешевых авиабилетов. Правда? Правда, очень дешево. Вы очень дешево туда слетали? И туда, и назад. И назад. Хорошо. Что нужно в дубайском СИЗО с собой? Трусы чистые. Вы сейчас в чистых трусах? Давайте уточним. Ты без трусов? Что? А ну, подними плавь. Да, нет трусов. А ты, получается… Ты красивее меня без трусов или трусов? А трусах ты не видишь? А ты вернулась из Дубая, еще просто не было времени бритвы купить? Так и зачем? А так некрасиво? Не, холодно же еще, да? Да, холодно еще прокладываю. Видишь, я без колонок, без трусов прокладываю? Да, вижу, вижу. Стоп. А правда, что у вас там синхронизировались месячные? Синхронизировались. У всех пошли одновременно, не выдавали прокладки, говорили крутитесь как хотите, туалетки нет. Ужасно. И вот так? И мы вот так. Вы использовали маски сначала? Да. Маски, да. Но маски нам выдавали для лица? А. А мы их использовали для этого? То есть сначала как маски, а потом как прокладки? Ну извини, как бы. Я ничего… Ну чипа, блин. Другого брата. Не, не парься, реально. Я норм. Окей, маски. Кто из нас не подтирался маской, бросьте меня в камень. А, ввели друг другу косички. Угу. Да? Африканские вот эти вот. А где вы ниточку цветную убрали? А с масок? А, ну мы еще там… Для, вы реально чалились? Ну то есть вы реально… Вы должны были еще из зубной щетки сделать вот эту острую херню и татухи колоть друг другу. О, смотрите, это похоже на… Ну на минималках так. У него бровь, как у меня. Видишь? Ага, кстати, да. Вы подходите. Пленка и ВХС – это мое. Снимаю крутые интимные видосики делать. Боже мой. Но сам я простой. Ну что, идет он лифан? А если ты творческая, будет прикольно. Вдруг захочешь понять, что происходит, инста вот такой. Как насчет интимных видосиков? Это такое слиховое видео, но слиховое видео я снимать не готова. Чего? Ну посмотри куда. Ну маленькие тоже опять же. У них какие-то малолетки одних… А губы сладкие какие? Да. Вика. Вика. Не, во-первых, мне темненькие не нравятся. Вика. Темненькие не нравятся. Нет. Ну так я же сама темненькая. А, надо всегда противоположное что-то делать. Богдан, 32. Это он не там у вас? Это лысый. Нет, нет, нет. Это не там? Не те виды, нет. Программист. 3D-графики. Это и работа, и хобби в одном лице. Атеист. Это знаешь, что ты такой атеист? Ну да, это тот человек, у которого нет веры. Интроверт. Интроверт – это тот человек, который постоянно, короче, наедине там любит проводить время. И реалист. Реалист. Ну я просто, знаешь, я читаю их описание, но вдруг вы не отстреливаете. Вот это была бы неприятная новость. Увлекаюсь наукой, технологией, психологией. Вроде не тупой. Люблю вкусно покушать. И хороший алкоголь. И девочек симпатичных люблю. Знаешь, я тоже так часто говорю, вроде не тупая. А я думал… Так, ну а что, Богдан? Вот смотрите, у него есть шашлыки и вино. Ну шашлычки неплохо. Можно тебя заманить на шашлыки вообще? На шашлыки можно, конечно. Как вас можно соблазнить вот так удаленно? Я на шашлычки только за. Природа. А ты? Ну только не с Богданом. Ну да. Лысый, лысый. Значит, у вас, ребята, должны быть волосы абсолютно точно. И шашлыки. Значит, во-первых, вот смотрите, какой веселый, классный парень. Друг у него престижный. Два как раз таки. Слушай, Катюха, берем. Берем? Берем, забираем. Берете эти? Так, поехали. Меня зовут Алешка. У меня есть чувство юмора и цель. Я добрый и сам умею готовить, если что. Интересует, конечно же, найти спутницу всей жизни. Но это не так уж и легко. Так что буду рад и знакомству с умными и интересными людьми. Ну, интересы у него, конечно, хорошие. Готовить умеет, но можно всех посмотреть? Да. Если что, мы к нему вернемся. Смотри, у него интересы. Духовность, фильмы, мода, музыка. Поднимай руку, если что-то попадает с тобой. Путешествия. Путешествия? Вечеринки. 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 Предпринимательство. Ну, да почему это хорошо? Рыбалка. Рыбалку, нет? Да просто будет ходить и ходить. Нет, понимаешь, ну просто это рыбалка, это когда они с мужиками идут и… И что? Русалку ловят. А сами с Дианкой. А сами с Дианкой, да. Нет, Диана такая. Юра 24. Два года работал в Баку. Обожаю клиент. Потерял машину в Дубае. Почти выиграл в казино в Финляндии. И это только малая часть. Ну, у нас с ним есть общие интересы. Какие? Дубай. Ну, а вообще, как вам Юра? У него кепка. А ну-ка, давай еще фотку посмотрим. Ой, посмотрим. Он вроде ничего. А почему у него есть девочка? Ну-ка, согласие? Нет, вот. А, у меня, кстати, смотри. Вроде симпатичный. Он симпатичный, но слишком молоденький, мне кажется. Сколько лет? 24. Ну, ничего, да? Да-да-да, ничего. Ммм, симпатичный, да. Ну, типа на разок пойдет? Ммм, слишком маленький. Девочки, все, это по вашу душу. Это как? Кавин Кляй, если он тоже был в Дубае. Кавин Кляй! Вот откуда парь пошла. Да. Он тоже был в Дубае, видишь? Это Дубае? Не знаю, не, я вижу по свету кожи. А, он всего лишь в 16 тысячах километров от нас. А, ну мы прыжком дайте. Вечером буду. Он из Окленда, Новая Зеландия. Угу. Еще там полетим, шума наведем. Вы там, кстати, можете. Так, а вот у него машина там есть. А что это за? Toyota какая-то. Нет. Нет? А вы такие, ну, блядь. Ну, типа, жопа не такая, спина не такая. Синий цвет машины даже не устраивает. Девочки. Давайте немного снизим планку. У нас были воспирательные. Мне джипы, например, не нравятся. А мне это несущественно, но… Несущественно. Ну, короче, если он не очень, то даже, в принципе, ламбаржини на ее фоне будет смотреться не очень. Ладно, это был последний, кстати, чувак. Да? Сегодня, да. Так. Поэтому не выбрали. У нас, кстати, есть супер опция. Мы можем попросить наших зрителей присылать вам члены свои. А мне никогда не присылали. Что? Клянусь, никогда. Ну, не знаю. Ребят, у кого очень сильно красивый член? Да. Он такой очень красивый. Или просто он есть? Уже неплохо. Да, присылайте, пожалуйста, девчонкам. Вот ссылки на них в Инстаграм. Да? Да. Ну, на самом деле, мы так делали, и в момент выхода программы там реально сотни просто… Я вам клянусь, никогда не присылали. Не присылали. Клянусь вообще. Ты просто не открывала мое сообщение. Когда я тебя приглашал на программу. А что ты мне не скидывал? Вот так. Все. А он для тебя… А, нет, входит в вековую… Как мы договорились, скажи. А я не знаю. Я реально, ну, пропустила этот момент, жалко. Ладно, ладно. Вот так. Я бы не пропустила. И запросы удаляли. А что вам больше всего понравилось в сезон? Ну, ради чего туда стоит вернуться? Ради эмоций, когда выходишь. Угу. Вот, смотри. А для смысла людей – жизнь. Да? А что… Какой вывод? Мы все дружно поняли, как классно на воле, что мы это не ценили. Самое… Самое дорогое – это свобода. Угу. А есть такое… Что мы сожрались. И поэтому нам надо попуститься. Угу. Что когда ты выходишь, побрить ноги – это кайфушечка, промо. Да? Да, да, да. Я сидел. Я сидел же. Не, реально, я их понимаю, потому что я провел три дня в КПЗ в Харькове как-то. Да, я начал, думаю, блин, уже настолько заросли. А читал я обрывок христианской газеты. Реально, кроме шуток. Мы тоже. Да? Мы туда ходили к прокурорам, там были буклетики, что такое ислам, как завещал Аллах. И мы, типа, буклетики эти набрали с собой, потому что в первые дни книг не было. И мы по кругу вот эти вот… Они же на английском, наверное? Нет, на русском это было. Специально для таких как бы… Разница осталась между Библией. Блядь, там настолько привыкли, что сидят русскоязычные женщины в тюрьме. Не смешу, там уже литература на русском. Да. Девчонки, спасибо, что пришли ко мне в гости. Классно, что вы отсидели, реально. Приходи ты к нам гостям. Можем мечеть теперь одну набить. А чем классно? Ну, просто прикольный опыт. Ну, так все. Ничего страшного. Опыт важный, конечно, но не сильно прикольный. Ну, восемь дней было же свободно. Ощущение, что год отсидели сейчас. Да? Да. Блин, ну ничего. Ну ничего. Я считаю, что вы не следили за какие-то уроки. Вряд ли вы тут были сидевшие. Да, вы не следили за какие-то уроки. И в любом случае для каждой это пошло на пользу, я думаю. Кстати, мы обсуждали это. Какие уроки вы вынесли? Вот для меня как-то я стала оценить больше… Просто был период в моей жизни, когда я перестала оценить все. И жить в моменте. Вот. И как-то, наверное, появилась ценность жизни, свободы, ценность… Больше ценить начало близких людей. Больше ценить, в принципе, все. Вот жить в моменте начало. То есть ты можешь рекомендовать вообще людям посидеть немного? Нет. Переоценила что-нибудь? Конечно, я начала больше ценить еще своих родных, хотя я до этого ценила. Поняла, что я не хочу быть мусульманкой, не дай бог. Ну и что еще поняла? Что пора заканчивать, пить, надо выходить замуж, браться за голову, не фоткаться волой. В принципе, все. А блин, что-то хотела добавить, забыла. Ну а то вылетело из головы. Ну ничего страшного. Влети. Спасибо. Девочки, милые мои, ну классно все. Хотите, у нас есть супер опция. Мы можем попросить наших зрителей присылать вам члены. Конечно, все в личку, заваливайте. Тебе нужны члены? Нет. А что тебе присылать? Что ты любишь? Бургеры. Бургеры. Присылайте, пожалуйста, бургеры. Хамбургеры. Хамбургеры? Да. Ты вовремя оговорилась, сейчас бы накидали просто бургеров. А тебе члены, да? Не, ну если такой опункт с бургерами. Мне 35 лет скоро, я буквально недавно осознал, что девочки любят пожрать. И типа, вот этот все расклады, типа, приезжай домой на кино, никого не интересует. Типа, когда ты говоришь, у меня дома есть еда, все-таки я уже вышла, почему такси еще нет? Да? Да. Еду. Ну блин, накормите девчонок, пожалуйста. Вы не голодные, это после тюрьмы, да. Все, спасибо. Спасибо. Ребят, это была программа «Дурнев ищет парня» и девушки, которые застряли на 8 суток в дубайском СИЗО. Пока. Все, отсидели и тут. Ребят, кто вам понравился больше всего? Голосуйте в нашем телеграм-канале. Также я хочу напомнить, что в телеграм-канале вас ждет специальный кусочек сегодняшнего выпуска, в котором вы сможете услышать, как мы говорим на еще более откровенные темы и посмотреть на нью фотографии сегодняшних участниц. Вы как хотите, а я пошел. Посмотрю. Продолжение следует...